После матча Рубин-Краснодар в нашем эфире защитник команды Рубин Артем Киселянко. Артем, что пытались изменить после перерыва, когда понимали, что уступаете сопернику в два мяча? Мы пытались взять мяч под контроль, наладить в атаке и уже ближе к их штрафной доставлять мяч к нападающим и пытались забивать голы. Когда соперник остался в мячу, план на игру как-то изменился? Стали больше играть в атаку, стали больше контролировать мяч, чем в первом тайме. Артем, ты в этом году только дебютировал в UFL, начало весенней части. Как для тебя этот турнир оценишь в целом? Может быть, какие-то будут пожелания именно для улучшения качества или же какие-то есть впечатления, как говорится, на свежий взгляд? Отличный сезон провела вся команда. Играли с шестым годом. Все отлично себя проявили и будем дальше работать. И улучшать свою игру. Спасибо. Удачи в следующем сезоне. После матча Рубин-Краснодар в нашем эфире тренер команды Рубин Рустам Габдулбаревич Ахмедзянов. Рустам Габдулбаревич, за счет чего хотели сегодня достичь приемлемого результата в последней домашней игре сезона? В принципе, и предыдущая игра с «Зенитом», да, и сегодня с «Краснодаром» очень такие силовые соперники, да. Мы готовились к тому, что нам придется достаточно много обороняться в средней части поля, ждать своего шанса на контратаках. Ну, в принципе, мы так планировали играть, но, к сожалению, очень много ошибались в простейших ситуациях, да, в передачах, в приемах мяча. И создалось впечатление, что первый тайм соперник только атаковал, хотя у нас были возможности для того, чтобы создавать какие-то контратаки, да. Но, еще раз повторюсь, в простых ситуациях мы ошибались, и соперник, подбирая мяч, вновь атаковал. Создал достаточно много моментов у наших ворот. Ну, в целом, считаю, что «Краснодар» заслуженно победил. Вы неоднократно говорили, что вот в весенней части курс сделан на футболисты в 2006 году рождения, что сезон будет доигрывать другая команда. Вот этот период, который команда провела в UFL, он больше в положительном тонусе сказался? Или же есть негативные моменты, которые все-таки перевешивают на данный момент? Вы знаете, если в начале второй части чемпионата, да, в каждой игре по несколько человек 2005 года ребята у нас были, да, практически в концовке чемпионата уже сегодня, да, у нас Никита Корец и Эберт Белорусов сегодня играли, а остальные ребята с 2006 года. Уже в численном даже составе мы уже 2006 год превалировал. И скажу, что тот опыт, который они получают, и динамика положительного развития нас устраивает, поэтому мы с оптимизмом смотрим в следующий чемпионат, который уже не за горами. Завершался сезон UFL 2. Для вас, как для тренера, это турнир, и вот сама лига, означает, что это какой-то плацдарм для роста игроков, и какие-то, может быть, есть пожелания или такие ожидания улучшения именно со стороны точки организаторов на следующий сезон? Если честно, организовано просто великолепно все для ребят. Лучшие команды России собраны в юношеских футбольных лигах, да, ребята там прогрессируют, развиваются, получают опыт в игре с сильнейшими командами России. Поэтому я думаю, что организовано, ну, просто классно все. Спасибо, удачи в следующем сезоне. Всего доброго. До свидания. После матча Рубин-Краснодар в нашем эфире главный тренер команды и гостей Александр Николаевич Хорин. Александр Николаевич, поздравляю с победой, за счет чего удалось выиграть в последнем туре. Спасибо за поздравление. За счет того, что забили три гола и не пропустили, как это банально не звучит, но мы боролись за тройку, хотели выиграть этот матч. Вот, и, к сожалению, уже в этом матче не все от нас зависело. Как еще другие играли команды, Динамо там и Зенит, но наша задача была приоритетная, показать качество игры и постараться добиться положительного результата. В первом тайме получилось забить, и второй там, к сожалению, начали с удаления, но не сбавили. Мы понимали, что команда в Рубине помоложе играет на год, но нам это не столь важно. Мы в каждой игре пытаемся показывать интенсивный, быстрый футбол, интересный для зрителей. И то, что мы тренируем, тоже хотели увидеть на футбольном поле с любым соперником. Поэтому вкратце по игре так. Удаление поменяло планы на второй тайм? Ну, конечно, поменяли. Поменяло планы удаления, потому что нам нужно было смотреть, как будет дальше двигаться игра, где мы проседаем, потому что мы сразу в перерыве сделали 4 замены, у нас осталось 2, и нужно было перестраивать игру. И мы полузащитника опустили на позицию крайнего защитника, выпустили центрального полузащитника, подняли его вверх в нападение. Ну, конечно, поменяло. Но ничего, у нас ребята могут играть на разных позициях. Поэтому, я думаю, они с этим справились. Для вас, как для тренера, вот сам турнир ЮФЛ, это, как вы считаете, большой плацедарм для роста игроков? Или есть какие-то моменты, которые надо улучшить именно с точки зрения самого проведения турнира? Ну, я думаю, что это не то, что полезен, это очень полезно. Потому что, зная о том, что... Ну, вот сейчас добавляют, допустим, Ю-15 еще, да, возраст. Зная у нас на Юге, у нас нет такой возможности играть каждую неделю с конкурентоспособными ребятами, потому что не так много академий, не так много школ, которые... ну, просто работают, чтобы мы могли играть и получать сопротивление. Это, допустим, с Москвой не сравнить. Там свои школы, там всегда конкуренция, они с самого детства крутятся между собой. У них достаточно практики, там, первенство в Москву, там, и так далее, зимнее, летнее. У нас недостаточно. Поэтому для нас это большой плюс. Да, вообще, для российского футбола, я думаю, что это большой плюс. Чтобы по каждую неделю получать игровую практику в соревновательном режиме со своим возрастом. Потому что я работал и с 12, и 13, и 14-летними ребятами. Нам этих игр просто не хватает. Мы варимся в своей каше, потом приезжаем на чемпионат России, и потом вдруг какое-то волнение, увидим другие команды, другую форму, и это на ребят действует. Я думаю, вот проработав здесь уже год, для меня это только плюсы для нашего футбола вообще, российского. Спасибо. До следующего сезона. Взаимно. После матча Рубина-Краснодар в нашем эфире игрок команды Краснодар Родион Защепкин. Родион, поздравляю с победой. За счет чего удалось сегодня переиграть соперника. Спасибо за послевновение. Я считаю, что мы смогли переиграть противника за счет сплоченной команды. Мы бились друг за друга, весь матч играли сплоченно, и поэтому смогли переиграть противника. Ты, выйдя на замену, сумел забить гол. Какие эмоции были, когда выходил на поле, понимая, что игра сделана, вы еще находитесь в меньшинстве, а соперник пытается переломить где-то ход игры? Когда я выходил, команда противников весь тайм давила нас. Я вышел с мыслью с такой, что нужно как-то переломить ход игры и постараться забить гол. Когда я сумел это сделать, у меня были несомненные эмоции. Я забил гол и нарадовался отчасти, потому что это мой первый гол в ЮФЛ, и я смог его реализовать. Вот для тебя, как для молодого футболиста, вот этот сам турнир ЮФЛ, в котором ты относительно недавно стал играть, ты видишь в этом перспективу и площадку для роста как для молодых футболистов, так и для тренеров? Да, конечно, ЮФЛ это всероссийский турнир. Это для меня большой шаг в развитии своего футбола. Я считаю, что в дальнейшем я буду расти и прогрессировать в нем. Спасибо. До следующего сезона. Спасибо. 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 Спасибо.